Здорово, киноделы, с вами Женя Тен. Мы с вами поговорим о 10 основных операторских ошибках, которые вы можете допустить не только конкретно во время съемки, но еще вообще до того, как вы взяли камеру в руки. Операторское ремесло, на мой взгляд, является вообще самым сложным в процессе создания видео, потому что помимо самих операторских движений возникает куча других факторов, на которые нам нужно обращать внимание. Работа со светом, с дополнительной техникой, то есть нам нужно знать все ее характеристики, знать, когда она нам нужна и какая нужна. И самое главное, у вас идет огромная привязка к дальнейшему пайплайну. Например, от вашего материала, отснятого, будет зависеть то, сможет ли монтажер склеить ваш материал, сможет ли колорист хорошо его покрасить, и сможет ли специалист по графике, по CG, комфортно сделать свою работу, без страданий. В общем, как вы поняли, цена ошибки при съемке крайне высока, поэтому давайте не будем терять время и, наконец, разберемся с основными ошибками, которые допускают начинающие операторы. И самая главная ошибка происходит еще на этапе выбора камеры, потому что мы либо ведемся на маркетинговые уловки, либо выбираем не то, что нам нужно, просто по незнанию. Для примера, вам нужно снимать длинное интервью, вы начинаете его снимать и понимаете то, что у вашей камеры лимит безостановочной съемки видео 30 минут. И логично, что для такой задачи было бы лучше взять камеру, у которой нет вообще лимита по записи видео. То есть, например, Sony A7 III, та же самая. Или разберем другой пример, вам нужно снимать не интервью, а какое-то кино, либо же дорогую рекламу. И у вас есть вариант взять две камеры, Sony A7S III и Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Давайте их сравним. Что есть у Sony, чего нет у Blackmagic. У нее есть возможность снимать фото, у нее есть матричная стабилизация, у нее есть хороший автофокус, собственно, все. И продолжительная записи безостановочная в 4K. Что есть у Blackmagic? У него нет всего того, что есть у Sony, что я перечислил, но у него есть возможность записи в RAW, либо в ProRes. И это те кодеки, которые очень жирные и позволяют нам очень круто работать с материалом на постпродакшне. И, соответственно, для съемки кино или рекламы нам будет гораздо важнее, чтобы мы могли это все круто потом обработать. В общем, эту тему можно размусоливать просто до бесконечности. Но, если вы все еще не разбираетесь в камерах, то посмотрите вот эти видео по ссылке в подсказке. И если вы прям совсем-совсем-совсем начинающий, то среди этих видосов есть гайд, который я недавно выпускал, про вообще камеры, про технические характеристики, и в том числе про виды камер, про размеры матрицы и прочее. Поэтому советую начать с него. Здорово, братик! И очень круто, что благодаря этому блогу ты узнаешь 10 основных ошибок, с которыми встречается оператор. Но потом, возможно, ты придешь в монтажку, и там начнутся какие-то другие ошибки, с которыми так или иначе надо будет тебе иметь дело. Поэтому мы с нашей командой сделали специально для тебя наш бесплатный курс по монтажу в Premiere Pro, который позволит тебе максимально подробно освоиться с программой, понять, как выводить видос, делать это грамотно, как монтировать и как разобраться вообще с прогой, в которой монтируется практически все. Там же я буду делиться своими секретами работы, поэтому мы не только будем с тобой говорить про интерфейс, но и также даже за этот бесплатный курс сделаем с тобой целый полноценный видос. Поэтому заскакивай, буду учить тебя секреты монтажа, все абсолютно бесплатно, прямо от этого сердечка к тебе туда. Чего ты ждешь, я не понимаю. Ссылка будет в описании, переходи. Свет бывает всякий разный, про него мы уже говорили, но факт остается фактом. Если у вас есть возможность использовать дополнительный источник света, то это нужно обязательно делать. С его помощью вы не только создаете светотеневой рисунок, то есть вообще основу вашего изображения, но и облегчаете работу камеры. То есть если у вас в кадре темно, то нужно не ISO на камере задирать, а срочно точить светильники. Так у вас и шумов будет меньше, и сцена будет намного интереснее. В общем, с хорошим светом у вас в видосе будет гораздо больше информации, с которой вы потом сможете работать на посте. Если не верите, то поставьте камеру на штатив и снимите два одинаково проэкспонированных шота. Один с использованием доп. света, второй без использования. Потом закиньте в монтажку на цветокоррекцию, покрутите ползунки и посмотрите на общую детализацию. И если у вас не кинокамера за килотонну рублей, то скорее всего в тенях на недосвеченных участках у вас появятся шумы и, возможно, цветные артефакты. Переходим непосредственно к съемочным ошибкам. И первое, и самое ужасное из них, это дерганная картинка, которая вызывает у зрителя дискомфорт. Проблему можно решить несколькими способами. Первое. Вы покупаете электронный или механический стадикам. Второе. Вы максимально утяжеляете вашу камеру при помощи обвеса и подключения монитора, компендиума, внешнего питания и прочего. И третье. Вы пользуетесь встроенной стабилизацией, которая бывает трех видов. Матричная, электронная и оптическая. И вы должны заранее в голове понимать, какой тип движения вы хотите получить на выходе. Потому что, к примеру, добиться эффекта живой камеры на электронном стадикаме у вас не получится. И да, вылечить дерганность на посте можно, но у вас вылезут жесткие побочки в виде желеобразности движения и большого кропа. Поэтому лучше решать эту проблему до того, как вы начали этап постпродакшена. Роллинг шаттер это крайне неприятное явление, которое происходит из-за того, что сенсор вашей камеры не успевает обрабатывать входящую информацию. Из-за чего ваши вертикальные линии становятся наклонами. И чем больше скорость движения, тем больше наклон. Из-за этого создается ощущение, будто верхняя часть изображения догоняет нижнюю. Итак, как нам решить эту проблему? Есть несколько способов. Первое и самое очевидное, это купить камеру, у которой нет проблем с роллинг шаттером. И могу сразу сказать, что хуже всего с роллинг шаттером у укропнутых соник в 6000 серии. Там в 4К он просто бешеный. Второе. Если у вас сильный роллинг шаттер при съемке в 4К, то скорее всего, если вы поставите 1080 в Full HD, то роллинг шаттер практически полностью исчезнет. Потому что поток информации будет меньше. Третий способ. Вы принимаете свою проблему и живете с ней. А вместе с этим продумываете заранее свои операторские движения, чтобы там не было резких панорам. И четвертое. В самом-самом крайнем случае вы лечите роллинг шаттер на посте. И вот в этом выпуске Влад показывал, как именно это делать. Казалось бы, в чем проблема? Но, как правило, все игровые съемки проходят с использованием ручного фокуса, когда вы точно знаете, какими у вас будут начальные и конечные точки фокуса, либо же он не будет меняться вовсе. И в наших системах, к счастью или к сожалению, есть аж три места, в которых можно управлять автофокусом. Это тумблер на камере, тумблер на объективе и пунктик в меню. Так вот, если вы не хотите, чтобы ваш автофокус, который случайно начал жить своей жизнью, запорол вам шот, который вы готовили в течение полчаса, то заранее позаботьтесь о том, чтобы все из вышеперечисленного было отключено. Особенно, если у вас мало времени на съемку. Но важно понимать то, что иногда автофокусом можно и нужно пользоваться. Особенно это касается репортажей, когда у вас съемка происходит стихийно и в кадре появляется огромное количество объектов и персонажей. Либо, если вы снимаете обзор на что-то, то вам захочется показывать ваш предмет крупным планом перед камерой. Вот я сейчас руку поднесу, а у меня ничего не будет фокусироваться, потому что у меня ручной фокус стоит. А было бы полезно, чтобы сейчас был автофокус. Если бы я был обзорщиком. И да, если вы снимаете какой-то игровой или рекламный шот со стедикама и у вас нет фокус-пуллера, человека, который будет крутить за вас фокус, то, конечно, намного проще будет выставить слежение за объектом на камере и со спокойной душой идти снимать. В общем, если вам важно наличие автофокуса в вашей камере, то смотрите в сторону камер Sony и Fujifilm новых от A6300 и XT30 соответственно. Либо в сторону практически любых камер от Canon. Их технология Dual Pixel хорошо работает даже на старых зеркалках. Без накамерника вы не можете достоверно понять, резкое ли у вас изображение. На многих встроенных мониторах камер, особенно это касается Sony, без приближения просто невозможно определить, находится у вас объект в фокусе или нет. Так что накамерник поможет вам не только лучше кадрироваться на месте, но и решить проблему мыльных дисплеев камеры. Также на маленьком мониторе камеры крайне трудно мониторить композицию кадра и то, насколько существенно тряска. А без НДшника вы не сможете гасить лишний свет. Ну, вы сможете. Но будете либо это делать при помощи выдержки и похерите весь ваш кеношный смаз, либо вы будете делать это при помощи диафрагмы и потеряете все то красивое баке, размытие фона, ради которого вы, скорее всего, и покупали светосильный объектив. Да, снимать без этих приблуд, конечно же, можно. Особенно на начальном этапе. Потому что на самом деле сначала нужно самому к этому прийти и прочувствовать на своей шкуре всю боль от вышеперечисленных проблем. И только потом купить эти аксессуары и использовать их с умом. Я прекрасно понимаю то, что порой бывает удобно не выключать камеру или условный монитор. Но давайте представим ситуацию. Допустим, вы приехали на смену и у вас в раскадровке есть 25 кадров. И как это обычно бывает? Вы приехали, выставили локацию, выставили свет, сказали актерам, что делать, несколько раз прогнали тесты без записи. И только потом вы сделали один дубль. Если он не получился, вы сделали еще дубль, может быть парочку. И все. Получается, вы закончили снимать один шот и вот этот весь процесс перестраивания, выставление света, объяснение актерам, что делать, прогоны, все это повторяется. И таким образом ваша камера и все остальные девайсы простаивают просто 90% времени без работы. И такими темпами любителям оставлять девайсы в режиме ожидания заряда хватит, скорее всего, на 5 таких итераций, на 5 шотов. Даже если у вас есть миллион аккумуляторов или внешнее питание через USB или пустышку, вы все равно будете напрасно тратить заряд. Нужно ли это вам? Нет. Поэтому еще раз, все устройства, будь то камера или радиопетля, видеосендер, на камерный монитор, все они должны по возможности между дублями выключаться, чтобы вы сами себя не загнали в ситуацию, когда у вас все начинает просто по очереди разряжаться. горячий башмак это крепление сверху вашей камеры и оно предназначено для использования вспышки. Но поскольку мы-то вспышкой не пользуемся, то мы зачастую крепим туда какие-нибудь светильники накамерные, мониторы, микрофоны и в этом нет ничего плохого. Но упаси вас Господь прикрепить туда рукоять, а потом еще обвесить камеру каким-нибудь компендиумом с суппортами и квадратными НДшниками. И ошибка заключается в том, что это очень ненадежное крепление. По факту у вас там все держится за счет силы трения. И чем тяжелее становится ваш вес, тем больше становится вероятность того, что ваша рукоять просто выскользнет из этого башмака и ваша камера вместе со всем навешанным просто рухнет на землю. И да, я уже один раз так обжегся, во время падения камеры у меня перед глазами промелькнула вся жизнь, поэтому, пожалуйста, не повторяйте ошибок. Ошибочным является мнение то, что встроенный микрофон камеры ни на что не годится. На самом деле он выполняет две очень важные функции. Во-первых, если вы даже просто снимаете какие-то биролы на улице, вы можете использовать аудиоряд из этих кадров в качестве саунд-дизайна вашего ролика. И эти звуки будут давать живости и естественности вашему видосу. Тем более, что они уже засинхронены с видеорядом по времени. Ничего не надо будет подгонять друг к другу. Этот разговор о том, что не всегда обязательно записывать саунд на внешнее устройство, если ваша камера может это делать по дефолту. Вторая крайне важная функция звуковой дорожки камеры это синхронизация мультикамерных секвенций. Если вы, например, по какой-то причине решили во время записи того же интервью на одной или двух камерах отключить запись звука, ну потому что вы, например, записываете звук на внешний рекордер, или же вы пишете звук через две петлички на две камеры, а третья у вас не пишет звук. Так вот, если вы выключили звук у одной или нескольких камер, то потом никакая программа, никакой plural аэс не поможет вам засинхронить эти футажи при создании мультикамерной секвенции. Видимо, придется потом вручную двигать и стыковать футажи по движению губ. И последнее, и скорее всего самое страшное из всех перечисленных ошибок, это если вы снимаете немонтажно. В теорию монтажа углубляться не будем, но если вкратце, то для того, чтобы смонтировать приятный для зрительского глаза ролик по всем монтажным канонам, вам нужно его изначально монтажно снять, с правильным чередованием крупностей, с сохранением направления движения, не пересекая операторскую ось, с запасом по фазе движения и так далее. И решение здесь лишь одно, иметь всегда при себе режиссерскую раскадровку, в которой как минимум будут прописаны крупности и ракурсы. Кстати, есть один лайфхак, с помощью которого вы 100% будете знать еще до съемок, склеится у вас ролик в итоге или нет. Когда вы едете на локейшн скаутинг смотреть ваши локации, то по возможности всегда снимайте тестовые шоты сразу там, на месте. Тем более, что у вас, скорее всего, уже есть какое-то подобие раскадровки. Так вот, из этих тестовых шотов вы потом сможете сделать себе аниматик, который, во-первых, вам покажет общую картину, склеиваются у вас кадры, не склеиваются по вашей задумке. И если что-то не так, то вы потом сможете еще до основных съемок внести какие-то корректировки в раскадровку. И во-вторых, если все окей, то потом на съемках этот аниматик возможно заменит вам раскадровку. Да, я понимаю, снимать репортаж монтажно крайне сложно, но в таком случае вы должны очень хорошо знать все монтажные правила и законы, чтобы они у вас нативно сидели в голове. И только тогда вы прямо на ходу сможете снимать монтажно. Естественно, это далеко не все ошибки, которые может допустить оператор, но именно эти являются самыми распространенными у начинающих. И к огромному сожалению, как бы хорошо мы не были готовы к съемкам и как бы хорошо мы не были осведомлены о всех ошибках, которые могут произойти, все равно на смене все пойдет по одному месту. У вас начнет разряжаться техника, отвалится загрипованный свет, закончится жижа в дыммашине, злоплыхатели злостно плюнут вам в матрицу и оставят отпечатки своих пальцев на объективах. И вывод лишь один, нужно чаще снимать и еще чаще вытаскивать себя на всякие смены и работать в коллективе. И чем больше неприятной фигни будет происходить с вами на смене, тем быстрее вы научитесь с ней справляться и она перестанет вас выбивать из колеи. Других средств, к сожалению, нет. Сегодняшний урок подходит к концу. Я надеюсь, что вы из него смогли подчеркнуть для себя что-то полезное. А с вами был Женя Тен. Увидимся.